Что если после смерти наше сознание не исчезает, а просто перемещается в другую реальность? Ученый Роберт Ланс утверждает, что жизнь после смерти – это не мистика, а научный факт. Но вместо традиционного рая или ада, человек попадает в новую вселенную, которая существует параллельно нашей. Если это правда, то смерть – всего лишь переход. Мы не исчезаем, а продолжаем существовать, но в иной форме. Наука приближается к пониманию того, что скрыто за границей нашего мира. Биоцентризм и теория вечной жизни – почему сознание не исчезает после смерти? Современная наука до сих пор не дает четкого ответа на вопрос, что происходит с человеком после смерти. Роберт Ланс, известный биолог и теоретик, предлагает совершенно новый взгляд на этот вопрос. Сознание – это не мозг. Сознание – это не мозг. Роберт Ланс отвергает классическую точку зрения, что человеческое сознание – это результат работы нейронов. Он приводит аргументы из области квантовой механики, биологии и философии, которые показывают, что сознание не привязано к физическому телу. Если бы сознание создавалось мозгом, оно должно было бы исчезать вместе с разрушением нервных клеток. Однако многочисленные свидетельства людей, переживших клиническую смерть, указывают на обратное. Они описывают осмысленные переживания, видят свое тело со стороны, вспоминают события из жизни в мельчайших деталях. Это подтверждает, что сознание может существовать отдельно от физического носителя. Ланс также опирается на феномен квантовой суперпозиции. В квантовой механике частицы могут существовать одновременно в нескольких состояниях, пока не будут измерены наблюдателем. Это означает, что сознание не привязано к одному состоянию или одной реальности. Если оно не является физическим объектом, то после смерти оно не исчезает, а просто переходит в другое измерение. Пространство и время – иллюзия сознания. Одно из самых спорных утверждений биоцентризма заключается в том, что пространство и время – это не объективные явления, а конструкции нашего восприятия. Согласно этой теории, время не движется линейно, а является всего лишь одной из форм сознательной интерпретации реальности. Ланс ссылается на эксперименты в области нейронаук, которые показывают, что мозг сам создает ощущение течения времени. Например, при повреждении определенных областей мозга человек может воспринимать время совершенно иначе. Некоторые пациенты описывали, что пережили несколько часов за секунду или, наоборот, ощущали замедление реальности. Это приводит к выводу, что время не является неотъемлемым свойством Вселенной. Оно зависит от восприятия. Если сознание не исчезает, то оно просто перестает воспринимать привычное время и переключается в другую систему координат. В пользу этой идеи говорит также квантовая физика. Согласно исследованиям, частицы могут существовать вне временных рамок, пока на них не будет направлено наблюдение. Это означает, что время – это всего лишь инструмент, с помощью которого сознание структурирует окружающий мир. Если время – иллюзия, то смерть, как ее понимает человек, тоже иллюзорна. После физической смерти сознание не сталкивается с концом, а просто выходит за пределы привычных координат, переходя в новую реальность. Смерть – это не конец, а переход в параллельную Вселенную. Ланс утверждает, что смерть – это всего лишь изменение состояния сознания, а не его исчезновение. Он опирается на принципы квантовой механики, особенно на многомировую интерпретацию. Согласно этой гипотезе, в каждый момент времени Вселенная разветвляется на бесконечное число вариантов. Когда человек умирает, его сознание не исчезает, а просто продолжает существовать в одном из этих альтернативных вариантов реальности. Этот принцип объясняет, почему многие люди, пережившие клиническую смерть, описывают похожие ощущения. Тоннель света, чувство выхода из тела, осознание нового пространства – все это может быть следствием перехода сознания в другую реальность. Если сознание действительно первично, а материя вторична, то границы между жизнью и смертью размываются. Человек не просто перестает существовать, а перемещается в иную форму бытия. Как это изменяет наше понимание жизни? Теория Роберта Ланса ставит под сомнение все привычные представления о смерти. Если сознание действительно не исчезает, а переходит в параллельную Вселенную, это означает, что жизнь не имеет конечной точки. Такой подход меняет не только науку, но и философию. Люди привыкли воспринимать смерть как трагедию, как абсолютный конец. Но если теория биоцентризма верна, то смерть – это просто смена формы существования. Это также дает новый взгляд на вопросы религии. Если сознание действительно продолжает существовать после смерти, то, возможно, разные религии описывают один и тот же процесс, но разными словами. Наука пока не может дать точного ответа, что происходит после смерти. Но исследования Роберта Ланса и его теория биоцентризма позволяют взглянуть на этот вопрос иначе. Если сознание действительно не привязано к телу, а Вселенная – это продукт восприятия, то смерть становится не концом, а началом нового этапа существования. Теория биоцентризма Ланса предлагает радикально новый взгляд на природу жизни и смерти. Она основывается на научных фактах, квантовой механике и нейробиологии, но при этом ставит под сомнение привычные представления о реальности. Если сознание действительно не связано с телом, если пространство и время – всего лишь иллюзия, то смерть теряет свой традиционный смысл. Вместо полного исчезновения человек может просто переходить в другую Вселенную, продолжая существовать за пределами физической реальности. Возможно, мы стоим на пороге научного открытия, которое навсегда изменит представление человечества о жизни и смерти. Научные доказательства существования параллельных Вселенных Современная наука уже не рассматривает реальность как нечто единое и неизменное. Исследования в области квантовой механики показывают, что Вселенная гораздо сложнее, чем кажется, и может существовать в виде множества параллельных миров. Эта идея больше не относится к области фантастики. Ученые обнаружили экспериментальные доказательства того, что реальность может быть многослойной, а частицы способны существовать одновременно в нескольких состояниях. Если это справедливо для элементарных частиц, то почему не может работать для сознания? Возможно, после смерти человек не исчезает, а просто переключается на другую Вселенную. Квантовая механика и теория множества миров Один из самых шокирующих аспектов квантовой механики заключается в том, что она разрушает классическое понимание реальности. В привычной нам физике объект может находиться только в одном месте в один момент времени. Однако на уровне элементарных частиц законы работают иначе. Квантовая механика утверждает, что частицы могут находиться сразу в нескольких состояниях, пока за ними не начнут наблюдать. Это называется квантовой суперпозицией. Пример. Электрон в атоме не занимает одно фиксированное положение, пока мы не попытаемся его измерить. До этого момента он находится во всех возможных местах одновременно. Если нанести эту идею на макромир, можно предположить, что и целые Вселенные могут существовать в суперпозиции, а сознание человека способно переходить между ними. Но это не просто теория. Существует реальный эксперимент, который доказывает, что наша Вселенная устроена иначе, чем мы думали. Эксперимент с двумя щелями – доказательство существования множественной реальности. Один из самых загадочных экспериментов в квантовой механике – эксперимент с двумя щелями. Он впервые был проведен в начале 20 века и до сих пор остается главной загадкой физики. Физики направляют поток электронов или фотонов на пластину с двумя узкими щелями. Ожидалось, что частицы пройдут через одну из щелей и образуют два отдельных пятна на экране. Однако результат оказался шокирующим. Частицы формировали интерференционную картину, как будто они проходили через обе щели одновременно. Что это означает? Частицы могут существовать в нескольких местах одновременно. Реальность проявляется только в момент наблюдения. Пока сознание не фиксирует объект, он остается в состоянии суперпозиции. Этот эксперимент доказывает, что квантовый мир подчиняется совершенно иным законам. Если элементарные частицы могут находиться сразу в нескольких состояниях, почему это не может относиться и к сознанию человека. Если сознание – это квантовое явление, то после смерти оно может просто переключаться в другую реальность, оставаясь в одной из возможных вселенных. Как теория множества миров объясняет жизнь после смерти? Одним из главных продолжений идей квантовой суперпозиции является многомировая интерпретация Хью Эверетта. Эверетт предложил, что в каждый момент времени Вселенная разветвляется на бесконечное число параллельных реальностей. В каждой из них развивается свой сценарий событий. Пример. Если человек стоит перед выбором, то каждое возможное решение создает новую реальность. В одной реальности он выбирает один вариант, в другой – совершенно другой. Если сознание тоже подчиняется квантовым законам, то после смерти оно просто переходит в другую из этих реальностей. В одной Вселенной человек умирает, но в другой – продолжает жить. Это объясняет множество феноменов. Ощущение выхода из тела во время клинической смерти. Странные воспоминания людей, переживших околосмертные состояния. Феномен дежавюк, когда человек ощущает, что уже жил этот момент. Все это может быть следствием того, что сознание движется через различные реальности. Почему научный мир серьезно относится к идее параллельных Вселенных? Идея множества миров уже не воспринимается как фантастика. В последние годы появились исследования, подтверждающие возможность существования параллельных реальностей. Первое. Физики обнаружили странные аномалии в космосе. Некоторые области Вселенной ведут себя так, как будто на них влияет невидимая масса из другого измерения. Это может быть сигналом существования параллельных Вселенных, которые взаимодействуют с нашей. Второе. Эксперименты показывают, что реальность нестабильна. В 2019 году физики провели эксперимент, доказывающий, что два наблюдателя могут видеть разные реальности одновременно. Это подтверждает, что восприятие зависит от сознания, а значит, сознание может существовать за пределами одной Вселенной. Третье. Квантовые компьютеры работают на основе многомировой интерпретации. Современные квантовые технологии опираются на принцип существования множества возможных состояний. Это означает, что теория параллельных миров не просто гипотеза, а рабочая модель, на основе которой строятся реальные устройства. Если квантовые законы применимы к сознанию, это может означать, что смерть – это не конец, а переход в другую реальность. Вывод Наука уже подтвердила, что Вселенная не так проста, как кажется. Эксперименты показывают, что частицы могут существовать в нескольких местах одновременно, а реальность формируется только в момент наблюдения. Если сознание тоже подчиняется квантовым законам, оно не может исчезнуть после смерти. Скорее всего, оно просто продолжает существовать, но в другой реальности, которую мы пока не в силах осознать. Теория параллельных миров объясняет многие загадочные феномены. Она дает надежду, что жизнь не заканчивается после смерти, а просто начинается в другой Вселенной. Что означает теория Роберта Ланца? Исследования Роберта Ланца изменили представление о смерти и сознании. Его теория биоцентризма утверждает, что сознание не является продуктом работы мозга, а существует независимо от него. Это означает, что после смерти человек не исчезает, а переходит в другую реальность. Главное утверждение теории – сознание не умирает. Ланца опирается на квантовую механику и исследования в области нейронаук. Он доказывает, что пространство и время не являются объективными явлениями, а создаются сознанием. Это означает, что смерть, как ее понимает человечество, – это иллюзия. Если человек перестает существовать в одном мире, его сознание продолжает работать, но уже в другой Вселенной. Эта идея подтверждается квантовой теорией, где частицы могут находиться в нескольких состояниях одновременно, а наблюдение за ними меняет их поведение. Как это меняет представление о жизни и смерти? Смерть – это не конец, а переход. Существует бесконечное число Вселенных, в которых человек может продолжать существование. Память о прошлой жизни может стираться, но сознание остается. Реальность субъективна, а она формируется восприятием. Эта теория объясняет феномен клинической смерти. Люди, которые пережили состояние смерти, часто описывают ощущение выхода из тела, переход через тоннель, встречу со светом. Эти явления могут быть не просто галлюцинациями, а настоящим переходом в другую реальность. Субтитры создавал DimaTorzok